Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 1 февраля Макарьев день, день назван через преподобного отца Макария Александрийского. Духовные подвиги его были удивительны. Когда преподобный узнал, что кто-нибудь совершает какой-либо подвиг, Старался подражать таковому. Например, узнал, что иноки в Тавенском монастыре В течение всей великой четыре десятницы Ничего не вкушают из приготовленного на огне, Он положил себе за правило в течение семи лет Не вкушать ничего из того, что было приготовлено на огне. Февраль месяц, наступает февраль, последний зимний месяц. Наши предки славяне именовали этот месяц года лютым Из-за сильных морозов с ветрами, приходившимися на это время года. Называли его и вьюговей, снежень, Поэтому и говорили, в юге до метели, под февраль налетели. А современное название пришло к нам из Рима, Где февраль был последним месяцем года. Для крестьян февраль считался самым тяжелым месяцем. В это время подходили к концу зимние запасы, Для домашней скотины, а до весны было далеко. На Макария было принято не работать. Люди ходили друг к другу в гости и за новостями, Пили чай из самовара. А к самовару в старину было особое отношение. Считалось, что он обладал магическими свойствами. Поэтому сегодня на Макария было принято разжигать самовар валенками. Они использовались в качестве мехов для подачи воздуха в топку. Эти валенки, набравшись энергии и теплоты, впоследствии носили. Считалось, что они защищают от холода, А потом и с их помощью лечились замерзшие суставы ног. Приметы. Если на Макарии метет метель, Такой будет погода в течение всего февраля. Говорили, метель на Макария весну долго ждать. Метель сегодня, значит и масленица будет такой. Если сегодня безоблачная погода, Весна будет ранней и теплой. Морозный день к знойному лету. Теплая погода на Макария, Первая половина лета будет дождливой. Сегодня с заговорами можно лечить различные болезни. В ночь на Макария снятся вещи и сны. Сбываются они очень быстро, Даже на следующий день. Первого февраля 22-го года. Хронометры включены. И отправляемся на прогулку. Начался Новый год по восточному календарю. Как раз он Вписывается Или вернее сказать Основан не на произвольных датах Каких-то там Непонятных А На природных ритмах Начало нового года Начинает Жизнь возрождаться Среди морозов Среди Льда И немножко снега Природа просыпается И Процесс Пошел Вон Говорили Травка зеленая А вон Видите Камень Шахтинский Ростовская область Вот такой Февраль Начался Походим Подышим Вспомним Былое В любом случае Как я вам уже Неоднократно говорил Важно Свою жизнь Привести К определенному Распорядку Как-то Ее Обустроить Чтоб вам Жилось Комфортно По мере Сил и средств Которые у вас имеются И оказывается Даже с малыми Средствами И силами Можно Очень комфортно Себя чувствовать По жизни Вот такие-то дела Кроме Продолжение следует...